ну привет народ второе видео кто в общем современные высокоскоростные дети узнали вот этот вот объект это приставка microsoft xbox 360 slim плата корона одна из ранних она уже не склонна к отвалу процессора которого видео чип от перегрева ну не так склонна кинект с линзами насадками чтобы для комнат небольших блок питания и монитор вот этот мой новый philips 275 b1 27 дюймов 2к 75 герц достаточно хороший цветовой охваты с lgb скажу волны еще диски лежат лицензионные это xbox но в общем не ее подарили мне подарили саму коробку кинект мне нужен был кинект для опытов с 3d сканированием объектов но мне в общем далее и коробку и кинект потому что у человека лежал моего друга покупал с нему брату брату не зашло тот долго в нее не играл коробка ушла в шкаф лежала 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 блок питания потеряли кто мне его подарили просто саму коробку джойстик кинект монитор я покупал себе ну вот сейчас вот пока он тут вот для этого дела блок питания покупал на авито потом когда этот коробку привезли я ее в общем гуглил читал смотрел смотрел на ютубе в общем я нашел человека местного который ее перепрошил и взломал так называемый reset glitch hack смысл в том что заливается модифицированная прошивка в которую особым образом записываются оригинальные ключи и в определенный момент загрузки работы процессора вызывается кратковременный контролируемый сбой дергается линия питания процессора коротким импульсом что позволяет запустить пиратский неавторизованный код это сделано чтобы можно было играть в игрушки не лицензионные я короче на ютубе кто хочет тут посмотрит про взломы xbox это в общем тот еще техно детектив но я скажу я никогда геймером не был особым каким-то играл очень давно но да и здесь не особо сильно собирался играть но здесь есть одна игрушка очень хорошая которая по крайней мере мне очень понравилась называется rdr1 или reddit 3dimension короче можно сказать что это симулятор дикого запада или типа даже как некоторые говорят gta по дикому западу ну в gta не играл так что сказать не могу я смотрел сериал мир дикого запада все вышедшие сезоны и в общем поэтому мне антураж понравился атмосферненько чтобы снять это видео он даже окно помыло на старую руку так что игра пиратская скачана этот rdr причем там русские субтитры русские надписи от перевода озвучки нет но и субтитры я в ней уже немножко поиграл игра так достаточно интересная открытый мир фирма rockstar игра они славятся своими играми с открытым миром там можно лазить где почти практически где ты хочешь то есть можно фактически даже на всякие там миссии забить и просто шататься по карте там всякие интересные вещи происходят то шатаешься вокруг поселка и тут слышу выстрел на выстрел приезжаешь а там короче мужик застрелил бабу там что-то молится выше у него едет он стреляется с двумя трупами стоишь или едешь слышишь крики человека едят волки там или койоты или ты вот просто там слез какие-нибудь цветочки начал собирать заготовить и можно продать и тут какой-то чел подбегает бьет тебя в репу выгод на твою лошадь погнал и ты за ним бежишь и в него стреляешь но при этом еще можно посвистеть лошадь его скинет вернется лошадь там кстати бессмертная при но в принципе лошадь могут убить перестрелки твою ты можешь другую лошадь убить лошадь в основном гибнет если куда-то свалился в яму хотя часто и сам гибнешь по этой же причине и в этой игре вход в воду это смерть мгновенная почти чуть глубже пояса зашел все кранты игра не отображается на вот на стартовом столе приходится в нее заходить через проводник почему так я пытался настроить отображение по всем советам ну не получилось потому что у меня это xbox третий день игра качалась из них двое суток до этого этом просто в тетрис не верни в пимбол чуть-чуть поиграл все что не было интересно я говорю не игроман до игр на ней не был хотя нет есть там dark souls но мне не понравился чем соус второй там какая-то стрелялка шутер по типу закосом под вархаммер и for the horizon ну для меня как для реального водителя на джойстике вот на этом и вот на этом вот ездить на машине это адский ад потому что рефлексы требуют ноль коробку скоростей рычаг скоростей педали и вот на это вот блин не получается пицца я в детстве не было к этим джойстику не привык так что вот у меня в парке games ну игрушка так даст залипательным особенно вот есть под атмосферно под мир дикого запада симулятор пиво дикого запада только еще довольно с банками со своими не встретилась вот давай выберу свой профиль одиночная игра кстати взломанные консоли они в сети с этим с xbox ливи не работают в принципе там можно настроить но мне это нафиг не надо потому что онлайн там всякие для xbox 360 уже все там уже почти никого нету и ничего нету так что он загрузилась сохранение вот можно сейчас поменять костюм у меня там даже что-то вроде бы было а нет пиловка потом бандитов участвовал в уничтожении двух банд так что всякое там шмуте бандистка есть но я пока не собираюсь на все эти миссии идти можно просто походить вот лошадь рыженькая можно на ней поездить вот левый стик зеленая кнопка это и в лошадь ускоряешь на жаль конечно на лошади нельзя в здании запереться ну сейчас ночь я вот немножко уже побегал немножко пострелял и под тренировочные миссии были по всякому вообще вот тут железная дорога кстати поезда я пока тут не видел но по этой железной дороге шатался он даже нашел один длиннющий туннель и тут раньше тут кстати лошадь может перепрыгнуть один раз у меня был интересный глюк что она лошади за лошадь залезла на забор и шла по забору но повторить это мне не удалось пока такой интересный глюк лошадь идет по забору как она заходит кстати вот тут всякие такие типа дороги тропинки как по ним лошадь скачет быстрее вот и вдоль железнодорожной колеи чем просто под бездорожью так можно найти какие приключения носу задницу задница лошади основном это всякие там хищники потому что волки могут съесть и лошади могут съесть и героя так челы тут и снаряжение ну ладно спешились вот сейчас муж куда-нибудь упереться вот можно самому бежать так вот это тоже зеленой кнопкой на этом дико западу то основное перемещение это на лошади вот нажимаем крестовину в центре это а нет это еще не работает да он карта масштаб меняется просто крест любую сторону и свистит и ложку так что тут есть еще снаряжение это яблоко дошло шаги она тебя будут любить типа если лошадь тебя не любит она тебя может скинуть о лошадь не голодная так масло змеи еще не знаю что такая короче эту вот карту применяешь показывают там всякие травы лекарственные на карте но это есть там миссии когда сидит мужик у кого костра и ему нужны типа помощники там какой-то нпс бегать траву ищет и ты без этой карты фиг найдешь и те скажу я вам скажу вот еще бандита там замочил неуживательный табак но мне нафиг не нужен так вот у него скажу честно еще сам не особо забрался выбор само оружие карабин конечно не лучше всего можно револьвер выиграть на предпочитаю карабину то что он достаточно дальнобойно на самом деле это не карабина этот винчастер сосковой генри это все таки дикий запад вот давай стрелять кстати можно и с лошади перенацеливайте можно охотиться на животных там койоты волки бизона нас вроде бы как замочил олени кролики скунсы в общем мясо шкур и все это надо продавать сразу потому что скажу честно что крафта тут никакого нету также когда подбираешь оружие убитых бандитов ты не берешь само оружие получать что патрон от него оружие можно получить по моему тому от шерифа и от оружейника но еще этого не делал и тут такие достаточно атмосферные ролики почти кинематографические вот можно допустим смотреть я сейчас для вас возьму с револьвера постреляю кстати тут есть функция автоприцеливания но это надо сначала еще не всегда она работает потому что у меня было что просто стрелял в сторону бандитов пока к ним достаточно близко не подбирался ну и тоже когда там какие-то перестрелки с бандитами надо стараться к ним там за укрытиями потому что иначе могут убить потому что еще один раз не разобрался там против целой банды стрелялся 7 человек и в конце концов просто отран как и курился герой пришлось по автосохранению перезагружаться ну вот так вот кстати если лошадь несколько раз погибнет то у вас будет другой окраски лошадь но будет в любом случае ты куда сваливаешь бывает что лошади там настроение меняется она начинает туда-сюда ходить сама так направление это левый стик поворот камеры и прицеливание это правый крестовина это уже по лошадь позвать передний курок левый это режим выбора оружия так курок правый это стрельба выстрел так что ну и если кто-то будет играть разберетесь забыл уже откуда вот приехал кстати еще этот куда-нибудь залезли дорогу не знаете куда вам надо и есть еще тут такая возможность а я и стоп-стоп обрыв там уж свалиться лошадки так можно слезть о это койота там так не разбираем вот инвентарь так набор место для лагеря от этого места для лагеря можно тут сохраниться либо автоматом куда-нибудь в нужное вам место вернуться допустим вон подсказка к месту назначения так ну вернемся туда где у него типа сетхом где у него домишка где он спит сохраняется герой ну вот скажу честно вот вернулся он на ранчо макфоин у него сейчас вам покажу его домик давай лошадки и не кладную крановязи вот 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 домик вот этот хибарка его с открытой дверью вот привязываем лошадь в принципе по свисту и всегда можно вернуть но удобней и с атмосферник когда ее привязал кормить ее в общем то как-то осознанно не надо вот тут типа всякая вот хибара сундук давай патроны патроны к винчестеру сохраняемся типа чел лег поспать на 6 часов заодно и сохранился вот такая вот игрушка вот заодно день настал ну че скажу атмосферненькая такая игрушка открытый мир можно бродить исследовать смотреть ну не знаю я там вчера вечером несколько часов поигрался графика достаточно неплохая для 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 кажется такого такая бродилка интересная есть еще сюжетные линии ну просто я решил что вот тут пошатаясь посмотрю на халяву же досталась коробка нормально вот вроде игра хотя я не фанат так что ну ладно всем пока до новых встреч товарищи да 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 вот .